Волна нетрезвых водителей прибилась к берегам госавтоинспекции. Наркопотребители получили по заслугам. И совсем непростая дорожная ситуация на Пинчине. В эфире оперативная сводка. Здравствуйте. Волна нетрезвых водителей прибилась к берегам госавтоинспекции и разбилась о скалы правосудия. В Пинске в два раза снизилось число автовладельцев, которые в пьяном угаре, садились за руль. В отношении таких нерадивых водителей применяли специальную конфискацию. О том, кто не готов становиться в ряды штрафников и пешеходов, смотрите прямо сейчас. Межрайонный отдел Следственного комитета Беларуси расследовал 70 уголовных дел в отношении лиц, которые в нетрезвом виде управляли автомобилем. Данные прошлого года. Нынешний год менее горячий. Всего задержали более сотни человек. Но тех, у кого поездка выдалась хмельной повторно, стало на порядок меньше. В Пинском районе таких штрафников было 9, в столице Полесье – 19. В 2014 году на территории города Пинска и Пинского района было зарегистрировано 63 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, которые совершены повторно после того, как лиц первоначально задерживались за управление в таком виде. Ужесточение законодательства в отношении нетрезвых водителей стабилизировало ситуацию с потенциальными убийцами на дороге. Напомним, с октября 2013 года в стране действуют новые нормы Уголовного кодекса. Помимо внушительных штрафов, нарушители лишают прав и применяют специальную конфискацию транспортных средств, причем независимо от права собственности. Санкция статьи 317 прим, устанавливающая наказание за повторное управление в течение года транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и опьянения, вызванного потреблением наркотических и хайных психотропных веществ, предусматривает широкий спектр наказания, в том числе начиная от исправительных работ до лишения свободы. При этом необходимо отметить, что с введением в силу этих изменений, устанавливающих это наказание, введено также изменение, в соответствии с которым транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее данное преступление, независимо от права собственности, подлежит конфискации. Так что меры отрезляющие, но бывают и исключения. К примеру, нарушители прибегают в колжи, но отнюдь не во благо. Пытались избежать ответственности, выдвигая различные версии о том, что не они управляли, отрицая факт управления ими, при этом приводя своих родственников, знакомых, которые пытались данной версии подтвердить. Но учитывая то, что у нас имеется широкий арсенал средств доказывания, все данные версии были опровергнуты, а полиции были привлечены к установленному закону ответственности. Еще один нюанс, о котором наверняка знают потенциальные нарушители законодательства. Выкупить автомобиль согласно действующим поправкам не так-то и просто. Лишенный машины хозяин не имеет преимуществ и участвует в аукционе на общих основаниях. Только обычное раскаяние к нерадивым автомобилистам приходит уже после суда. Потребители наркотиков получили не очередную дозу кайфа, а по заслугам. С 1 января в Беларуси действует ужесточение законодательства в отношении не только наркодельцов. Теперь штрафуют и привлекают к уголовной ответственности и тех, кто появляется в состоянии наркотического опьянения в общественных местах. Уголовные дела в отношении таких граждан рассмотрели в суде Пинского района и Пинска. Почти всегда они не могут называть своего имени. Нередко воют, их хаотично бросают из стороны в сторону. А потом они могут застыть на месте, смотря в одну точку. Со стороны это вызывает скорее тихий ужас, нежели жалость. Так выглядят люди, употребившие спайс, вещество, которое убивает. Чтобы не допустить смертей, в нашей стране употребляющих и сбывающих различного рода кайф, загнали в жесткие нормативные рамки закона. Он предусматривает ужесточение уголовной ответственности для наркодельцов и впервые административную для потребителей наркотиков. В Пинске есть первые результаты ужесточения. На данный момент в производстве следователей Пинского международного отдела Следственного комитета находится порядка пяти уголовных дел, связанных с появлением граждан в состоянии наркотического опьянения, повторным в течение года в общественных местах. Но на сегодняшний день, кроме вот этих уголовных дел, уже судом Пинского района и города Пинска рассмотрены уголовные дела в отношении таких лиц, которые допустили потребление наркотических и психотропных веществ без назначения врачей. Таким образом, в Беларуси наркотикам, в том числе и спайсам, объявили самую настоящую войну. Сроки наказания, они варьируются от трех месяцев ареста. И один из граждан был осужден к восьми годам лишения свободы, но у него, кроме вот этого преступления, были еще ряд иных противоправных деяний, за которые судом он осужден к такому длительному сроку лишения свободы. Но пока все-таки об эффективности ужесточения законодательства не говорят. Законопроект приняли только в начале уходящего года. Как говорится, время покажет. Новости с больших дорог. Несколько дней назад на пешеходном переходе в Пинске сбили женщину. Пострадавшую с места происшествия увезли в городскую больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняют на данный момент. Сотрудники городской госавтоинспекции на аварии в этом году выезжали 37 раз. Семь человек пополнили список жертв. 34 пинчанина получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с прошлым годом у нас есть незначительное снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Но вместо с тем тяжесть последствий, как вы видите, самая такая негативная. Основными причинами, как уже вырисовалось у нас на территории города, нарушение правил проезда пешеходных переходов водителям и транспортных средств. Что подтвердило вчерашний случай, опять же на проспекте Желтовского на пешеходном переходе произошло ДТП. Подводя итог, в выходящем году случаи гибели людей на дорогах не были единичными. В частности, одна из причин – беспечность самих участников дорожного движения. Впрочем, не обошлось и без курьезного происшествия. Инспекторам пришлось зафиксировать весьма необычную аварию. Автомобиль укатился в реку. Буквально недавно был случай такой курьезный. Приехали в магазин в районе Керамин закупаться товаром, но машину не поставили ни на ручник, ни на передачу. И в итоге она укатилась. Они сходили в магазин, вышли, машина плавала в реке. Ну, достаточно курьезно, но человеку какие-то убытки, в общем-то, его невнимательность повлекла такие последствия. Многие пинские водители, как и прежде, любят погонять по городскому проспекту и центральным улицам. Сотрудники ГАИ просят автомобилистов быть внимательными на дороге и не превышать скоростные режимы. Однако количество аварий существенно не снижается. Пинский район – еще одна жертва дорожно-транспортного происшествия. На этот раз смерть не стала роковой случайностью. Причина аварии – превышение скорости. Правда, невинной, по сути, жертвой аварии стал пассажир. Один нюанс – он был не пристегнут ремнем безопасности. Последнее дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Р-6, 117-й километр. Это Ивацевич и Пин-Столин. Вблизи Столинского района произошло лобовое столкновение. Водитель одного транспортного средства превысил скорость и нарушил правила обгона, где выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем. Все участники данного дорожно-транспортного происшествия – жители Столинского района. Авария стала 27-й по счету в статистике несчастных случаев на дороге в Пинском районе. Поэтому водители станут чаще перемигиваться фарами. Дорожная милиция усилит дежурство, чтобы повлиять на осложнившуюся обстановку на дорогах. Лихачей, пешеходов, нарушителей будут штрафовать. Акцент на зимнюю резину – эту рекомендацию знает каждый водитель. Но почему-то еще не все поспешили подготовиться к календарной зиме. Все прекрасные граждане нашей Белоруссии уже знают, как должна быть оборудована транспортная среда на зиму. Ну, в некоторых случаях сотрудниками ДПС выявляются, выявляют нарушения, которые связаны не с переоборудованием зимней резины. Ну, и, соответственно, их наказывают. Всего в уходящем году на дорогах Пинска погибли 7 человек. 30 жителей Полесье получили травмы и увечья. Оперативный ответ на дежурный вопрос. За сутки в оперативно-дежурной части городского отдела внутренних дел принимают до 400 звонков. Их суть разная. От реального обращения за помощью до банального уточнения телефона других служб. Правда, милицейские законы здесь не работают. Дежурка – это единственное место, где никогда не бывает тихо. В оперативно-дежурной службе городского отдела внутренних дел звонки не смолкают ни на минуту. Тишина здесь – редкость. Вопросы в часть поступают самого разного характера. Но, похоже, в дежурке знают все обо всем и обо всех. Именно с этого помещения начинается знакомство граждан с милицией. В УДС очень много функций. Мы отвечаем за многое, начиная от охраны нашего здания Пинского ГУД, осуществления пропускного режима, выдачи вооружения, выпуск транспорта на линию, института ЖИН, который проводится, доводится ежедневно вступающим милиционерам на службу. А также к нам сюда привозят всех людей, которые совершили какие-то преступления, правонарушения. Мы привозим с ними разбирательство, выясняем их вину, и уже определяем, куда кого, куда и ВВС по направлению следователя. От их профессионализма в значительной степени зависит успешное раскрытие преступления даже по горячим следам. Опыт, считают инспекторы. Из подвайного помещения совершена кража, похищен. Дорожный велосипед, бывший в употреблении, около 10 килограммов лука, 10 банок закаток, самодельные тележки. Нередко инспекторам-дежурным приходится улаживать конфликты. Пожалуй, этих правоохранителей можно назвать универсальными солдатами. Служба у них не менее ответственная, чем, например, у следователей или участковых. Подход нужно найти каждому, кто обратился. Звонят люди, которые спрашивают, как работает МРЭО, как работает ГАИ. Все это мы должны им сообщить, владеть этой информацией и помогать людям. Очень-очень много, конечно, никто не подсчитывал, но примерно в среднем получается очень много звонков. При том, что у нас еще как три спецлинии, вот 102, плюс факс и плюс два мобильных телефона и радиостанция. Поэтому здесь нужно постоянно вытереться на чеку, успеть ответить, грамотно ответить и направить наряд. К сожалению, да, бывают такие банальные звонки. Это бывает, просто я считаю, немножко люди, которые не совсем здоровые, шумят машины, гудят моторы, которым людям что-то мешает. Конечно, мы тоже начинаем спрашивать, интересоваться, но вместе с тем отрывается наше время, потому что в это время кому-то нужна какая-то помощь. К слову, как отдельное подразделение в структуре Министерства внутренних дел оперативно-дежурная служба появилась в 1966 году. Задачи сегодняшних ее сотрудников выполняли по очереди руководители различных служб и подразделений, то есть самые опытные стражи порядка. С ходом времени принципиально ничего не изменилось. На охране безопасности и на пульте дежурных только подготовленные сотрудники. Обязанность инспекторов обеспечивать оперативное реагирование на заявления и сообщения, чтобы горожане были всегда в безопасности. В Пинске и в Пинском районе в выходящем году злоумышленники угнали 4 автомобиля и похитили 41 велосипед. Большая часть дел, связанная с хищением чужого имущества, раскрыта. Это были все новости из мира криминала. Будьте бдительны и берегите себя в наступающем году.